друзья всем привет у каждого цветовода есть наверное мечта и у меня тоже такая была я много лет пыталась вырастить иустому что только я не делала какие семена только я не покупала семена вы знаете что дорогие у иустомы да там по моему по 5 семян по 3 семечка и стоит там пределах 100 120 ну и так далее все зависит от сорта кстати иустомы бывает высокорослое среднерослое совсем менее я взяла по моему 3 4 сортов но вы наверно знаете что как только я начинаю снимать начинается звонки ну вот я чуть-чуть отвлеклась очень тяжело собраться мыслями после того как отвлекают и вот эти семена я посадила 12 января вы не представляете сейчас октябрь прошло уже да я решила во что бы то ни стало все-таки вырастить их добиться цветения ну то есть вот от начала до конца и вот этот весь процесс я снимала в течение 10 месяцев так что друзья 10 месяцев пролетели как один миг начали в январе феврале марте это были вот действительно танцы с бубнами я уже сдать что только не делая делаем дополнительно освещение я подкармливала их чем только там невозможно возможно все что смотрела все дело друзья если вы любите растение выращивайте комнатные цветы у вас есть орхидеи я вам хочу посоветовать вот этот специальный светильник для того чтобы ваши растения быстро росли цвели были здоровыми и вот этот светильник это у меня уже 2 есть у меня еще один это фирма марс марс худра называется и сейчас я заказала еще один у меня квадратный это такой вот продолговатый марс худра это такая светодиодная панель которая подходит для выращивания всех растений и цветущих плодоносящих и обеспечивает оптимальную скорость фотосинтеза и можно использовать течение всего жизненного цикла растения в этой конструкции скомбинированы светодиоды трех типов это теплый белый холодный белый и красный вообще вот вот эта фирма марс худра они занимаются очень и очень серьезно вот этими лампами и что здесь яркий свет который имитирует возьмите себе на заметку солнечный свет и содержит все типы волн которые необходимы для роста и вообще вот эти светодиоды у худра марс они нового поколения мощные и к тому же очень экономичные очень экономичные в том смысле что они сохраняют на 70 процентов больше электроэнергии по сравнению вот с теми которые но есть аналоги также в этом светильнике есть современные драйверы которые не мерцают и абсолютно бесшумные то есть вообще шума нет как вот раньше и вот если вы используете например эти светильники в гроу боксе то можно разместить любой точке дома не будет на шума конструкции лампы также нет кулеров и охлаждение обеспечивается при помощи корпуса то есть не нужно ставить дополнительный вентилятор для того чтобы отводить тепло от лампы достаточно базовой приточной вентиляции для тента например если вы выращиваете растению гроу боксах фактическая мощность панели 135 ватт максимальное покрытие вот этой панели 60 на 60 а покрытие сердечника 50 сантиметров на 50 сантиметров внизу под этим видео я вам оставлю ссылку где можно более подробно почитать у них огромнейший выбор этих светильников так что можно выбрать если вы заинтересованы кстати хотела сказать что из четырех пачек по моему четыре пачки у меня проросло всего 9 сеянцев 9 сеянцев такие дожили почти почти прям до самого конца с двумя у меня что-то случилось я так не поняла это уже практически в сентябре по моему их поразила какая-то зараза так я не поняла остальные все целые посадила они начали расти до такой степени медленно это вы не представляете вы знаете в конце концов я вот пришла к выводу что и устома не как сказать то она не стоит этого вот сейчас они меня цветут я вот смотрю на них но не стоит она лучше посадить розы лучше посадить петунью лучше посадить еще какие-то такие более легкие в уходе там в размножении выращивание цветы чем эту и устому я не знаю как вообще занимаются теплицы которые выращивают это это растение ну я чуть-чуть отвлеклась друзья кстати напишите пожалуйста под видео как она у вас вы с ней дружите или нет вы знаете я с ней не подружилась расскажу почему как что процессе видео буду вставлять кадры то что я снимал в течение десяти месяцев после того как стало тепло когда они у меня немножечко подросли все эти девять сеянцев я их переню перевезла на дачу посадила в тепличку теплички они у меня росли также сидели и думали ну немножечко росли но хотя их подкармливала я поливала и я давала им свет я давала им любовь я пела им песни но росли они медленно после этого я пересадила их кашпо кашпо они ни в какую опять сидят и думают что думают не понимаю прошло по моему еще месяца три я пересадила их в открытый грунт в открытом грунте им очень понравилось место было не солнечное на той солнце попадала в какой-то степени но в основном там была такая вот полутень не жарко не холодно то есть вот так вот как-то и я смотрю уже ближе наверно к сентябрю появились бутончики появились но они стояли в этих бутончиках месяц наверно может быть полтора то есть вот есть бутон но он не открывается не раскрывается он думает мне так хотелось посмотреть что же из этого вырастет какие цвета у меня прижились которые какие у меня выросли потому что я покупала 4 сорта а получилось то всего 9 сеянцев значит мне было очень интересно и вы знаете в конце так в конце сентября я увидела первый цветок первый цветок махрового цвета темно-темно фиолетовый остальные сидят насчет того что чем они у меня заболели заболевали все это время пока они у меня росли вплоть до сентября никаких проблем с заболеваниями не было вот я говорю в сентябре два растения которые росли все вместе практически в открытом грунте у меня я даже ничего не поняла дело в том что они просто вот завяли я думаю что может быть полива не хватает может быть что-то и и все и резко прям вот на корню высохли остальные все нормальные все нормально и потом уже начались такие ночные заморозки я пересадила их снова в кашпо и перенесла уже в теплицу в теплице они продолжали расти на улице хотя было до нуля в теплице было 9 10 градусов тепла они нормально цвели раз росли вот буквально три дня назад я эти кашпо привезла домой поставил их на подоконник и теперь они у меня там ну а теперь прям вживую пошлите посмотрим что что и как они растут что из себя представляет ну и было такое что на них очень сильно нападают слизни но сейчас вы все увидите друзья вот у меня и устом и который привезла вот этот цветок кстати что хотел сказать он очень долго цветет так в общем ничего такого но ладно это высокорослый как раз у меня получился который наверное сантиметров 45 примерно здесь у меня еще четыре то есть три получается с этим 4 вот этой устом и только сейчас зацвела обычная страшненько на бутонах вся сидит такой цвет здесь еще один сидит на бутонах но никак не распустится вот я говорила вам насчет того что их слизни очень любят вот видите все листья дырявые это слизни их использовали так и еще один совсем маленький крошечный который очень плохо рос и вот так вот сидит здесь в следующем кашпо сидит на бутонах еще одна и устома не знаю какого цвета будет здесь как бы он болеет я не могу понять но у него есть дополнительные отростки это и устома не устома даже не знаю и вот еще один на бутонах не очень интересно друзья как их сохранять зимой привезла их квартиру они прям распушились им очень нравится я так понимаю в тепле сидеть грунт здесь пока у меня обычный сейчас я их перевезу в другую квартиру поставлю может быть их нужно обрезать и больше я таких мучений 10 месячных не выдержу поэтому я их хочу очень сохранить но получится не получится пока я не уверена если есть у вас какой-то опыт то напишите буду очень рада в общем так ничего смотрится на 10 месяцев 10 месяцев я больше не выдержу так что друзья вот такой вот у меня был в этом году опыт но я по крайней мере свою мечту осуществила вырастил их до цветов больше конечно я на это не рискну напишите что вы думаете какой у вас опыт а кстати в 10 растений у меня еще сидят я их буду перевозить другую квартиру рассаживать здесь пеларгонии сортовые петунии щучий хвост который меня рос бедный еще кое-какие растения пока здесь в контейнере у нас чемоданное настроение поэтому пока так все друзья всем спасибо что досмотрели видео до конца до следующей встречи